МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все, что будет говориться, вы будете слушать в прямом эфире, в Инстаграме. В Инстаграме будет обращение к Хасикову насчет этого, ну, вы поняли, да? Мы сделаем новое обращение, выдвинем новые требования, объявим, какие будут акции дальше. Эти все наши акции будут продолжаться до тех пор, пока он не сменит, не выгонит его. Мы покажем, что такое сила интернета. Следующие акции, они будут такие, что там не будет организаторов, ну, то есть их невозможно будет прекратить. Мы нас просто разозлили, мы никогда этого не делали. Но мы уже другое поколение, они не понимают, с кем связались. Мы покажем это. Просто сейчас так... Действуйте, да. Служите молодых пацанов, они все знают. Действуйте, как мы просим. Мы сделаем это, покажем красивую картинку. Это разойдется, я журналист. Это разойдется, если кого-то из нас повяжут, то это будет резонанс. Потому что все уже следят, все видят, что это высокотехнологичная акция, которой не было. Поэтому уже все мне звонят, спрашивают, что там у вас, как там. Это будет в СМИ. Так что все будет нормально. Никого не бойтесь. Сейчас мы остановимся. Пожалуйста, не ведитесь на провокацию. Мы можем даже так остаться. Давайте просто, да. Давайте просто возьмем мантры. Ну, что, друзья, да? Сейчас очень... Не ведитесь, пожалуйста, на провокацию. Вот буквально сейчас я разговаривал с представительными провокацией органов. Ни у кого нет вот таких настроений, там, брать нас, трепать, вести там культуру. Если мы покажем свою культуру, то мы все-все мирно это проведем, то мы будем примером еще для других людей, которые попозже к нам присоединятся. Еще вот дальше, Барладма, планы расскажи, какие-то, понимаете, по поводу акционирования. Да, я вот сейчас, пока меня слышно, я вам объясняю, какие у нас требования. Наши требования не меняются. Это отстранение этого типа. Я вот фамилию забываю. Пусть езжает домой. Тут не помойка, у него репутация очень грязная. И мы не хотим, чтобы наш город, наш лучший в мире город, ассоциировался с этой фамилией. Мы не хотим его видеть. Они его привезли, как кота в мешке, пусть точно так же увозят. Нас не интересуют законные основания. Как привезли, так и пусть убирают. Они с нами не считались, когда его приводили. Мы с ними не считаемся сейчас в наших требованиях. Так это молитва у вас или что? Это наш город. Да, это мой город. И мы решили. Это еще один провокатный. Другой город. Он голосовал за трапешников. Что будет дальше? Что будет дальше? Дальше мы заявляем, что мы объявляем санкционированную акцию. До санкционированной акции у нас есть 10-15 дней, в зависимости, как будет одобряться. В эти 10-15 дней мы объявляем флешмоб. Так я слышал однажды, будет называться, как начинается буддийский сутрик. В этом флешмобе мы расскажем о кланах в горсобрании. Кто, чей человек там, каждый, кто что-то знает, что-то слышал, будет в соцсетях выкладывать. Раз они хотят бороться с кланами, мы им поможем. Ну, этот позор будет длиться все это время, если он не отставит, то когда мы объявим бессрочную акцию неповиновения. В чем будет заключаться акция, я пока не скажу, чтобы нам не противогействовали. Но бессрочная акция неповиновения будет иметь экономические последствия. То есть они уже начнут терять в деньгах. Так что давайте все это сделаем. То есть мы сегодня подадим уведомление в администрацию о том, чтобы провести через две недели, за 15 дней, ну, скорее всего, через субботу, через субботу. Мы санкционировали митинг, а вот до митинга мы должны все это постить, говорить в соцсетях, выступать и привести на тот санкционированный митинг. Очень много народу. И мы думаем, ну, уже с нами разговаривают официальные представители, там, как политические партии, так и других общественных организаций, которые вот не могут прийти на них, ну, как бы, так, а на санкционированный митинг обязательно придут. Я говорил о силе интернета на прошлом митинге. Надо мной в ВГС посмеялись вот эти депутаты. Вы видели все видео. А теперь смотрите, сколько нас. Нас в три раза больше сейчас. Если вы не будете бояться, хотя бы выложите в соцсетях. Отправите в вайбере, родственникам, в ватсапе. Нас выйдет вся Калмыкия. Мы вместе, сила. Молодые ребята, раскачайте это дело. Для представителей более старшего поколения. Полностью присоединяемся мы тоже к вам. Вот здесь вот вновь составленное нашим юристом обращение в Генеральную прокуратуру, в прокуратуру республики. Надо будет суд подадить. По федеральному закону, по Калмыцкому закону Хасиков вообще не имел права этого человека представлять депутатом. Вы понимаете? Они сами нарушают свой закон. Поэтому мы действуем абсолютно правильно. Более того, я вам скажу, вот Энду Зокшчанам, она пенсионерный, полицейский. Один из полковников со мной разговаривал. Келя, Зоксун, Манута Днегэ Кэндаш Кэндаш Кэнду. То есть они не будут нас трогать. Эти люди солидарны с нами. Даже люди, работающие там, тоже солидарны с нами. Я думаю, правильно делают молодые люди. Мы действительно раскачаем нашу республику. И мы покажем всем, что Калмыки не потерпят такого вот безобразия. Уралан! Только прошу, давайте, вот действительно, просили нас не нарушать порядок, не материться, не кричать. А вот Бомбаев, это провокация, это просто провокация. Поэтому, молодцы, ребята, давайте вместе. У кого есть этот текст, кто не хочет читать, отдайте другим. Давайте вместе прочитаем. Знаете, Калмыки, не знаете, давайте читайте. Калмыки, не знаете, давайте читайте. harунок. заинство, это совсем не получается. Вообще по темам. Да, камень С Rank氏. Вы уже начали. Они сказали, что они realmente будут да cares. Здесь кажется, что они с ним. Почему вы голосуете здесь? Потому что я верю. Неправильно вы голосуете. Это мое дело, у меня голова. Не надо мне твое. Формулировали. Не надо, потому что вы уже сформулировали. Вот такой депутат. Ребята, слушай, вот такой депутат. Смотрите, здесь собрались люди, которые против. В первую очередь, первое видеообращение относится ко всем жителям Калмыкии. Я хочу рассказать, что здесь происходит. Было предостережение от МВД, что в случае несанкционированного митинга они могут нас разогнать, а организаторов привлечь к административной и уголовной ответственности. Мы решили переиграть их. Мы сделали молебен. Тут нет организаторов, нет никого. Мы пришли помолиться. Наша площадь для этого существует. Молитвенный барабан для этого и стоит. Мы пришли помолиться за благополучие нашего города. Параллельно мы записываем наше видеообращение к Хасикову. Мы скажем, что мы не согласны и никогда не согласимся с его этим трапезником. Наш город слишком чист для его репутации. И мы не хотим, чтобы наш город запятнал одним своим присутствием. Наши акции будут продолжаться до тех пор, пока его не выгонят. Его депутаты говорили, что мы никого не представляем. Пусть посмотрят, сколько народу вокруг нас. И это только начало. Это все спонтанно. Это только два дня. А сейчас мы будем собирать народ. В течение десяти, как минимум, дней мы объявляем санкционированную акцию протеста. И до этой санкционированной акции мы будем агитировать, чтобы все пришли. Системная оппозиция, не системная, просто граждане. Все, кому это не нравится, приходите и выговаривайте. Там уже будет все как положено. Громко говорите или все прочее. Мы проводим санкционированную акцию. До санкционированной акции мы будем организовывать флешмоб. Флешмоб называется. Так я слышал однажды. Все буддийские сутры, ну не все основные, начинаются с этих слов. В этом флешмобе мы расскажем о кланах горсобраний. Хотят бороться с кланами, мы им поможем. Мы расскажем про каждого. Кто с кем, зачем. Все, кто знает, слышал. Выкладывайте в соцсети. Не бойтесь никого. Мы здесь власть. Это наш город. Теперь Хасику лично. Уважаемый Батуй Сергеевич, пока еще уважаемый. Ваши депутаты сказали, что мы никого не представляем. Мы сегодня пришли и привели еще больше, чем на площадь Победы. Мы объявляем о санкционированной акции. В течение 10 или 15 дней нам будут ее согласовывать. Все это время мы будем агитировать народ, чтобы они пришли на санкционированную акцию и уже в законном порядке, через громкоговорители и все прочее, высказали свое отношение к этому. Назначение трапезников. Мы считаем, что у трапезников слишком грязная репутация. Мы не хотим, чтобы его фамилия ассоциировалась с нашим городом. И мы будем проводить акции до тех пор, пока вы его не уберете. Эти акции будут строго законные. За них нельзя будет наказать. Но они будут продолжаться, пока вы не уберете трапезникова. Вы не знаете, что такое интернет. И ваш трапезников не знает. Он с блокнотом до сих пор ездит. Он не знает, что такое интернет. Вы не знаете, с чем вы столкнулись. Мы аполитичные люди. Даже я, журналист, аполитичен. Все, кто мне помогает, это предприниматели. Мы не сидим в кабинетах. Вы там говорите, мы знаем, кому это нужно. Ничего вы не знаете. Мы не сидим в кабинетах. И нам не нужны ваши кресла. Нам нужно уважение. Мы калмыкии. И мы не можем позволить себе, чтобы с нами вот так обращались. Нам нельзя вывалить кота в мешке и сказать, он будет вашим конем в Сенате. Забирайте его и убирайте. Как привезли, так и убирайте. До санкционированной акции мы будем организовывать флешмоб, который называется, так я слышал однажды. Мы расскажем вам о кланах. Хотите бороться с кланами, мы вам поможем. В горсобрании мы знаем, кто чей человек. И все пользователи соцсетей будут рассказывать в течение этих 10-15 дней, пока вы либо не отстраните Трапезникова, либо мы дождемся санкционированной акции. На санкционированной акции мы объявим акцию неповиновения. Подробности пока умалчиваем, но она будет нести уже экономические последствия. То есть вы начнете терять в деньгах. И поверьте, мы это сделаем. Все. Это наша школа! Это наша школа! Это наш город! Это наш город! Эл-Монаполсы! Эл-Монаполсы! Я, будучи человеком, который занимается политикой, профессионально, обращаю ваше внимание на то, что это решение было продавлено, а сам Трапезников был рекомендован главой республики Калмыкия. Многие из нас с уважением относятся и к его прошлым заслугам, и к его, может быть, будущей созидательной деятельности. Но, опять но, мы должны иметь в виду, что та аргументация, которую он привел, то есть это его друг, он его рекомендовал, человек опытный и так далее, и так далее. Это очень проигрышная аргументация с точки зрения интересов нашего народа. Есть еще одна точка зрения, которая прозвучала в интернете, что Сурков ему порекомендовала, или администрация президента России. Это тоже проигрышная аргументация с точки зрения наших общереспубликанских и общернациональных интересов. Поэтому имейте в виду, что в любом случае назначение этого человека было проигрышно. И с этой точки зрения мы должны оценивать и действия Элистинского городского собрания, и всю риторику республиканской власти, и даже то, что мы слышим с экранов телевизоров, из того, что говорит Трапезников. Не давайте себя обманывать. Согласны? Да! В данном случае, в случае назначения Трапезникова, нарушены наши интересы. Человек ни года, ни месяца не проработал в России, не имеет стажа муниципального, который определяется... Хорошо. ...который определяется республиканским федеральным законодательством. В общем, человек не только чуждый, но его назначение было нарушением законодательства. Я не ведущий этого митинга, или, вернее, этого народного схода. Кто хочет сказать что-то предметное, то, что накопилось на душе, выступайте. Я не буду в данном случае выступать в роли координатора, но, пожалуйста, пусть каждый из вас присутствующих сохраняет порядок. Уважайте друг друга. Я считаю так. Зачем он нам нужен? Меня зовут Савр Андреев, отчество Владимирович. С 79-го года рождения, с 4-го микро-района. Я считаю, что среди нас, калмыков и граждан нашей республики, имеются сотни, тысячи достойных, чтобы занимать эту должность. Нам не нужен никто. Мы сами сделаем этот город еще более прекрасней, еще более безопасней. Мы в состоянии это сделать. Это в наших силах. Хватит молчать, надо действовать, надо говорить, надо добиваться. Уралом! Это наш город! 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 Вас всех я поддерживаю. Вот эти ваши мысли, разговоры, выступления. Я считаю, калмыцкий народ в Сибири пострадал 13 лет. Я помню, мне было 7 лет, как нас выводили в Сибирь. Три дня нас не кормили, вагоны были закрыты. И вот я являюсь председателем союза репрессирований. На 8-м микро-районе есть вагон. В этом вагоне находятся музеи репрессированные, несломленные. Так что, по возможности, было определенное время закрыто. Но сейчас опять будем открывать. Уже много лет работает. Я считаю, что мы должны доказать, добиваться, говорить. Мы не должны никого бояться. Сибирь у нас, я отговорю, Учитель за все стажа. Что я хочу сказать? Вот я человек очень скромный, не люблю выступать на публике, но до того, вот знаете, накипело, до того, вот мы все, я думаю, созрели, это чувство, вот негодование, подмущение нас и привело вас сюда, поэтому сердце радуется видеть нас всех, и молодежь молодцы, еще раз хочу сказать. Я хочу обратиться непосредственно к Бату Сергеевичу, можно вот меня записать на свое обращение, да? Уважаемый Бату Сергеевич, мы все за вас очень болели, голосовали за вас, переживали за вас, радовались вашей победе, да, тем более мы ваши земляки, вот, но, к сожалению, вот цель моего личного выступления, да, и я выражу общую мысль моих единомышленников, моих земляков, вот, всех тех людей, с кем я общаюсь, да, что, вот вы давали клятву, в жизни свои острию копья придадим, Герат, да, с живота не пожалею своего ради служения народу, но не прошло и несколько, короткое время, и вы объявляете свой народ националистами, провокаторами, понимаете? Вот что меня возмутило, и моих единомышленников тоже, мы за вас, ради бога, работайте, мы надеемся на вас, вот, еще надеемся, да, вот, но, вот вы сейчас делаете очень большую ошибку, вы должны услышать народ, вы должны понять его, и вы должны признать свои ошибки, вот, пока еще не поздно. Что еще я хочу сказать, вот я общалась на эти дни с людьми разных национальностей, они тоже нас поддерживают, понимаете? Мы никакие не националисты, мы никакие не провокаторы, понимаете? Дело в том, что сегодня трапезников, завтра орлов, послезавтра ликвидации республики будет. Правильно же, да? Нас никто не послушает, откуда поступит приказ, и нет хальмактангча. Нашу республику уже трижды упраздняли, ликвидировали, понимаете? Поэтому настал тот момент, когда мы должны все сплотиться. Мы должны дружно, не негн, да, не мемя, рнтушь, да, отстаивать свои интересы. Не надо сидеть на своих диванах и возмущаться там. Многие делают так. А если ты калмык, если ты гражданин своей республики, если ты патриот, ты должен быть здесь. Вот так вот я считаю. Что еще я хотела сказать? Многое хотелось сказать, уже вылетело все из головы. Вот, ну, напоследок хочу сказать вот что. Я приветствую всех жителей Калмыкии. Здесь и не только горожане, и сельское население, и также жители города Листы. Что я хотел сказать? Мы находимся на своей земле. Здесь мы живем уже, слава богу, и слава нашим предкам. А, меня зовут Эрни Адучар Анкавич. Я целинник сам. Никчонсал. Богом дано так, что наши предки когда-то пришли сюда, более уже четырех столетий. Мы здесь, как говорится, обосновать живем здесь давно, в мире всех прекрасных, со всеми народами. Рядом Кавказ, Россия, живем прекрасно. Ну, когда, мне обидно бывает, когда приезжают сюда люди, скажем так, с Москвы пускай нет. Я не считаю их калмыками, что Кирсан был, что Орло был, что Хачков приехал. Я их не считаю калмыками. Как можно их считать, если приехал оттуда Хачков с первых дней заявляет, что мы здесь сидим, калмыки все повязаны, какими-то родословными, какими-то, извините, клановскими, да, методами живем. И друг друга только тянем. Да, он, наверное, забыл помянуть, это надо было относиться к Кирсану, он не наш был. Ну, он своих тянул. Орло приехал, а тут своих тянул. А почему всех он нас обзывает? Клановский. Он, получается, что мы все калмыки непорядочные, и все живущие, здесь не только калмыки живут. Как это понять? Привез какого-то, извините, бандита, скажем так. О нем, да, клема не где ставить. В партию Дружба. Значит, депутаты пришли, Арзаев пришел, пришли несколько депутатов. И один из депутатов городского собрания, Хальмык, всех нас обозвал националистами. Это как понять? Как понять? Если я халмык, я что, не могу доставить интересы республики, интересы народа? Почему я должен допускать какого-то человека со стороны, Трапезникова, да, так называют? Значит, в республику, как вот Бадмай Аберчев сказал правильно, ему не место здесь. Наш город настолько чистый, что здесь никогда не было войны, никогда не было межнациональных конфликтов. Провезли такого человека поставить. Это специально, это провокация, я считаю, против нашего народа. Иначе я только не понимаю их. Только так можно осмотреть эту ситуацию. Поэтому я призываю не только Трапезникова, ему даже не место здесь, разговора даже нет. Но я недоверием отношусь к самой главе, который сейчас якобы выбрал народ 86%. Недоверие к нему я проявляю. И также полностью недоверие всех депутатов РГС. Поэтому я выражаю все недоверие и считаю, что они незаконно избранные. Большое спасибо. Я здесь, зато я сюда пришел поддержать ваше мнение и свое мнение против назначения Решетникова. Трапезникова. Ну пусть на Решетникова, полет, полет, полет. Я хочу к вам всем обратиться, особенно молодые. Я также и против оппозиции, которая годами нам одно и то же говорит. Вот сейчас человек сказал, что избрание было незаконным. То есть он, те, кто проголосовали за Бату, я не голосовал. Но я знаю людей, которые голосовали. Он их голос обезличил. Он их не считает, получается, правомерными. Он только себя считает правильными. Вот, поэтому сейчас будут лозунги там против Бату, против Путина, против всего. Забудьте. Здесь одна цель сейчас у нас. Бить надо в одну точку. Мы против трапезников. И все. А мы можем мэр такой. Правильно? Тут у меня, друзья, есть кто-то против Бату, кто-то за Бату. Это без разницы сейчас. Главное сейчас голосовать против Трапезникова. И все. Одна точка. Бейте в одну точку. И все. Ну ничего страшного. Надо и по другим. Меня зовут Сана Лубуши. Я на прошлом митинге тоже выступал. Я сам юрист. После прошлого митинга я немножко заглянул в документы, которые нам были вывесены на официальном сайте Элистинского городского собрания. Выясняется у нас то такое, что сам председатель Элистинского городского собрания и глава администрации Трапезников, они на сегодня юридически даже нелегативны, не говоря уже о его вот этих требованиях, квалификационных гражданстве, там стажа определенных. Согласно уставу города Элисты, глава города является одновременно председателем собрания депутатов, то есть председателем Элистинского городского собрания. Однако наши депутаты выносят решение о том, чтобы назначить главой председателем Элистинского городского собрания 6-го созыва Арзая Николая Павловича. Но при этом они не назначают его главой города Элисты. Согласно статье 22 устава, глава города Элисты является председателем Элистинского городского собрания, а глава администрации является руководительным исполнительным органом. Наши же депутаты назначают Трапезникова главой города Элисты, теперь главой администрации города Элисты. То есть это юридически даже незаконно. Это свидетельствует о том, что депутаты вновь пришедшие, которые изданы, они даже не разобрались в своем уставе. Они не знают, то есть, вы понимаете, из-за этого я согласен с мнением Адучи Аранковича о том, что надо им тоже, наверное, выражать, ну, как бы, недовольство, чтобы, не доверие. Я вот чисто как юрист хотел об этом вам сообщить, и, естественно, я думаю, здесь все снимается, думаю, это будет как бы за заявлением и для реакции правоохранительного органа. Ну, у меня все, ну, еще хотелось бы сказать спасибо, что пришли, очень радую, да, что народ потихоньку объединяется. Очень радую, то, что еще раз бы хотел бы повторить слова Бадмы, то, что, скорее всего, не на следующее, а через всю субботу у нас будет уже санкционированный митинг, поскольку ребята сегодня пойдут, отнесут в администрацию уведомления. И хотелось бы, чтобы все, ну, еще больше народу к нам пришло. Место, время мы, наверное, укажем еще, и в соцсетях, наверное, и будут определенные объявления. У меня все. Спасибо за поддержку, ребята. Уважаемые земляки, можно я несколько слов тоже скажу? Я пришел тоже сюда выразить свою гражданскую позицию. Меня зовут Эрни Васильевич Монсаев, биджейджикнас, залогик и бурлад, да? Я скажу вам несколько слов. Друзья мои, я не против Бату Сергеевича, да? Пускай, дай бог, во главе должен монах стоять, Кюнь, да? Но его решение было неправильным трапезиком. У нас, я согласен с людьми, которые говорят, в нашей республике есть много достойных ребят, людей, которые могут возглавить этот пост. Вот и все, друзья. Я против Трапезникова. Просто и все. И мне нет желания видеть этого человека на посту главы города нашего, нашего города родного. Друзья, все. Ханчжанау, земляки. Хочу сказать, этой проблемы не было бы, если бы проблема не в Трапезниками, а в наших депутатах. Проблема идет в том, что мы не ходим на выборы. Это мы сами виноваты. Проблема не в Трапезникове. Вот, ну, у нас явка официально 44%. Это значит, остальным 56% наплевать на будущее, я так понимаю. Ну, значит, в Калмыкии нету их. Это правильно. Я хочу сказать, вот есть программа Батухасикова, кто, может быть, читал ее, там есть один интересный пункт. Он обещал создать механизм самороспуска депутатов всех муниципальных уровней, если они не удовлетворяют требования народа. Вот, почитайте, почитайте, она такая маленькая, желтенькая. Вот, надо призвать Батух, чтобы он этот механизм прямо сейчас выработал и представил народу. Потому что проблема в депутатах. Кто голосовал за этих депутатов? Вот здесь же есть эти люди. Может быть, мы, поэтому неправильно то, что они выражают свое, как бы, мы их поставили, чтобы они выражали мнение народа. Но почему-то они выражают мнение ни одного человека, я так считаю, за кого они голосовали. Как так получается? Либо они действительно верят в это, и мы сделали неправильный выбор. Либо их заставили. Не, ну, при этом же Гасиков сам продавливает трапезы. Ну вот, а депутаты, они же могут против что-то, или они просто так сидят? Вот, я хочу обратить на это ваше внимание. Все, у меня все. Еще, друзья, вон вчера в интервью, вчера я смотрел интервью Рия Калмыкия от начала до конца. Да, ему журналисты задавали очень много вопросов, но он от всех вопросов, в принципе, конкретно уходил, четко прям вообще. Он очень та еще акула, и мне хотелось бы сказать еще несколько слов. Он вчера пообещал выйти к народу и ответить на все интересующие нас вопросы. А уже, Кидуцак? Час. Час дня. Где наш уважаемый исполняющий обязанности главы города и листы трапезников? Да позор ему! Все, он обещал выйти, где он? Давайте пригласим. То, что вчера было заявление, то, что на дружбе молодежи нету. Там представители вообще не Калмыкии как будто вовсе были. Даже малые единицы имеют свое слово, правильно? Сегодня я общался с депутатом Чимидом Жангаем, да, в инстаграме. Можно я скажу несколько слов? Я про него поговорил. Я сегодня с ним пообщался, мы с ним вдруг обменялись. Я не могу, конечно, сейчас долго зачитывать, потому что это было с утра. Но он сказал, я ничего не боюсь, я выйду, скажу и отвечу. Я говорю, почему ты так сказал вчера, что жалкая кучка людей, что не представляет интересы и тому подобное. То, что он озвучил вчера перед Бату Сергеевичем. Я говорю, Чимид, ты красиво вчера свой язычок просто вот так вот взял и вытащил. Ну так нельзя было делать. Я говорю, Чимид, бешишь что ли? Ты же монаст. Я тебя уважал за твои движения, за твои поступки. Но твое решение и то, что ты вчера высказал, ты, говорю, в моих глазах свой авторитет потерял. Это я ему четко, ясно высказал в своем смс. И он мне сказал, да ради бога, делайте, что хотите. Вот и все. Просто, вот. Он срать хотел просто. Не, просто каждый говорит, дайте время трапезнику. Зачем давать время? Сколько времени можно давать? Одному дали время, другому дали время. Какой итог? Давайте всю жизнь будем давать всем время понемножку. Давайте будем давать республику свою на тестирование какое-то. Мы что, подопытные кролики что ли? Давайте попробуем. Вот я хотел сказать, что тоже хватит. Раз, дам, с мэрией сказал. Ну, что выйдет? С мэрией один человек сказал тоже, ну, я не знаю, к сожалению, кто он. Но он сказал, дайте ему возможность. Я сказал, хорошо, мы дадим возможность. Но почему вы не даете возможности? Мы должны давать кому-то возможность, но не вы. Он не понял меня. Я сказал, почему, почему, почему мы даем возможности, они дали возможность всем. Но почему не дали возможность самовыдвиженцам? Здесь есть депутаты, горсобрание самовыдвиженцы, их не зарегистрировали. Почему не дали возможность тому же нам сыру? Он говорит, нам сыр типа ничего не сделает. Я говорю, ну, почему вы так думаете? Дайте возможность, вы же сами говорите. Почему вы не даете им, почему вы даете каким-то... Можно я зачитаю смс? Я к нему сегодня обратился, я ему отпишу сейчас. Чмит, зачем нужен он здесь? Скажи мне. Чего нет наших ребят толковых? Я ему пишу, он пишет мне. По поводу реплики ВГС я сказал, как есть. Та группа людей с националистическими идеями, которые кричат, они не отражают мнение всего населения. Мы не нацики. В мэрии очень много недобитых врагов, которые притаились и до сих пор пакостят, срывая сроки строительства и выполнения контрактов. А уволить не можем, так как все между собой связаны. Он человек со стороны, у него все получится, я надеюсь. Вот его слова. А можно я еще одну одну скажу? Я хотел также сказать, что вообще, я всегда говорил, вот тут прозвучали слова о том, что... А, извините, меня зовут Молотков Санал. Я с Гебридовского района, с августом Утком, но живу в лесе. Манджихна Ковенби. Да, я видел. Я хотел сказать, что, собственно говоря, я часто слышу от нашего народа, та ситуация, которая сложилась, она складывалась годами. Мы привыкли к тому, что они не слушают наше мнение и поступают так, как хотят. Вот. На самом деле, традиционно у калмыков, калмыцкие ханы всегда прислушались к мнению народа, поэтому они поступали чаще всего правильно. Всегда был хурал, всегда были старейшины, которые всегда... Это наклейка. Которые всегда готовы были выслушать народ. И это были настоящие представители народа, а не те, кого пропустили через муниципальный или еще какой-то фильтр. Ну и хотел также сказать догонку о том, что... Я, к примеру, само то, что Трапезников приехал из Донбасса, о чем говорит? Да, этот человек... Из-за чего произошел конфликт на Донбассе? Из-за того, что был издан в Украине закон о необязательном изучении русского языка. Естественно, они поднялись против этого. У нас в России был принят аналогичный закон о необязательном изучении национальных языков. Вот, и я хотел сказать, ну я обращусь как, я скажу вам, я хотел бы также обратиться лично к Трапезникову на ненавистном ему украинском языке. Божаю сказать вам, пан Трапезников, вы зневажали украинскую мову, вы знищивали украинскую мову на Донбассе, вы приехали в Листу та Калмики, чтобы знищивать калмицькую мову. Вважаете ли вы нашу мову калмицьку? Ведповидайте калмицькому народу. По-русски я сказал так, вы уничтожали украинский язык на Украине, в Украине, извините, вы уничтожали украинский язык в Украине, вы не уважали язык народа, на земле которого вы живете, и вы приехали в Калмыкию для того, чтобы уничтожать калмыцкий язык. Вы уважаете калмыцкий язык? Вот что я сказал. Это я перевел по-русски. Хорошо? Все. Можно, скажите, по-русски? Я объявление сделаю сейчас. Давайте закончим в 13.30. Просто чтобы... Разойдемся. 13.30 заканчиваем, рассчитывайте время. Чего они нам время ставят? А то хотим, тогда и стоим. Больдзана. Нет, мы договорились, что пусть все по закону, и не толкается ничего. Мы же не ругаться пришли сюда, да? Просто общаемся. Все, Мендус. Меня зовут Санал Ачина. В прошлый раз он Бихтук Дахнарван. В Качневовском районе родом я. Можно тешить. Поселок Алцын-Ухадак из Качневовского района. Но вырос я в Болесте, в садик ходил, в школу закончил. Меня очень много людей знает. Я видел здесь людей, молодых. Я всех звал молодых сюда. Чтобы это был новый вид протеста. Чтобы протесты не были пенсионерскими. Когда наши стоят старики под зонтиками, под дождем, 20 человек, их никто не слушает. Я говорил свою точку зрения по поводу назначения Трапезникова, сити-менеджера Меннисты, я уже высказал. В соцсетях, но так получилось, что разлетелось там по мессенджерам. Цель моя изначальная была просто показать своему поколению, вот именно поколению 30-35-летних, бояться нечего. Вот пришел Эрня Мансаев, Максим Циденов, Сирен Басанков, Сотан Мунов. Разные совершенно люди, совершенно из разных кругов. Но они пришли и не боятся. Как там Бату Сергеевич посмотрит на них, потом скажет, палки в колеса вставляет. Нет, такого не будет. Мы здесь кто-то за Бату сейчас, кто-то против, это не важно. Конкретно это собрание против Трапезникова. Поэтому еще раз обращаюсь к молодежи. Молодежь, приходите, давайте знакомиться. Давайте знакомиться. Будем... В конце концов, наступит то время, когда из нашего поколения будут люди, которые будут принимать решения. Поэтому давайте готовить этот кадровый потенциал, резерв, наверное. Я себя никак не рекламирую сейчас. Я пытаюсь найти среди наших людей, людей думающих. Поймите. Всем спасибо. Я хотел заполнить о чем. Дело в том, что вы все, наверное, многие знаете, все вот эти выборы, когда начинаются и начинают вот эти люди, которые себя выдвигают через учителей, через директоров школ, идут туда. Они говорят, мы боимся наших, на наших детей будет действовать, если мы не будем их поддерживать. Вот такая, значит, политика по всем районам. Я думаю, я с Целиного района, я знаю, что. Они идут через школы, через директоров школ, через учителей и начинают действовать. А родители боятся. Боятся, говорят. Боятся, что они, значит, на их детей отскажутся. Поэтому бояться нечего, но надо действовать. Можно пару слов? Меня зовут Евгений Манджиев. Я сам родом с Кичнер. Живу в Элисте с 97-го года. Ну, уже, получается, 22 года. И считаю себя тоже элистинцем, так как моя семья, мои дети родились здесь. Я предприниматель. Я был всегда аполитичен, всегда аполитичен. Никогда не... Ну, как-то там вот эти передряги. Но когда вот это назначение прошло, непосредственно вот этого человека, который приехал, непонятно откуда, с такой бешеной и грязной репутацией, и хочет потом в дальнейшем трактовать, как мне жить, как жить моим детям, да, как там оприходовать тот же бюджет, но это уже их там проблемы. Я лично выражаю прям конкретное недовольство. Я поддерживаю тех ребят, которые вот в данный момент это все, ну, грубо говоря, замутили, да, на их жаргоне. И халингут уралан. Уралан! 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 Меня зовут Сот Амунов. Я сам родом с Кеченевского района. Тоже живу в Элисе уже 19 лет. Я тоже очень крайне возмущен таким назначением. Для меня лично это как будто нам привезли беспородного барана, да, и говорят, что это лошадь, чистокровная, английской породы. Она будет содержаться на ваши деньги, на деньги ваших налогоплательщиков. Нужно дать ему возможность, и, возможно, он через год выиграет дерби. Это что, я считаю, что это совсем... Убедительно! Мне пишут в Дирек, да, кого вы предлагаете, да? Я посмотрел в Федерал Пресс, 18 июля или 23 июля там написано было, Бату запускает проект, кадровый резерв Калмыкии. Да! Куда будут кидать заявки все там, все Калмыкии, которые там в Москве работают, за границей работают. Где эта программа, где этот проект? Давайте оттуда выбирать. Неужели там ни одного не найдется образованного человека? Я в это просто-напросто не поверю. Халимгуд, урала! Ура! Ребят, можно выскажу, что же? Я по поводу того, что за нами придут или за вами придут. Вот я уже на протяжении, не знаю, пяти лет, наверное, да? Нет-нет, может быть, вы видели на канале, я нет-нет, там кричу всякую разную непонятную вещь. Люди там меня называют пассионером и прочая ерунда. Но за все это время ко мне ни разу не пришли и не позвонили. Но знакомые, друзья ко мне подходят и говорят, ты не боишься? Ты не боишься, там к тебе придут, тебя там закроют, тебя там, не знаю, уволят, ну и прочее, прочее. Но я не знаю, так и не пришли, так и не уволили. Я до сих пор свободный, ребята. Вы не бойтесь рассказывать в интернете, записывать, рассказывать и объяснять все людям. Я думаю, никто нас не закроет. Наверное. Мы послушаем Савара Дакина, это землячество наше, московское, которое, да, да, тоже приехали специально для нас. Мембер земляки, я вчера приехал ночью специально, чтобы поучаствовать в этом мероприятии. Меня зовут Савар Дакинов, я общественный деятель, возглавлял калмыцкое землячество. Ну что хочу вам сказать, земляки? Родина у нас одна, у нас другой родины не будет, и жизнь у нас одна. Мы и так 26 лет молчали. Пока мы молчали, мы почти всего лишились. Вот под вот эти разговоры о том, что у нас будут инвестиции, у нас будет лучшая жизнь. Мы наивно верили и надеялись. Треть населения уехала из республики. Кто куда. Многие просто не дожили от безнадеги, от бесправия, от безвыходности. Я это хорошо знаю, я в Москве прошел все. Я видел это все. Очень немногим удалось подняться там просто. Если мы и дальше будем продолжать молчать, и молча наблюдать, как нам будут трапезниковых всяких присылать, непонятно откуда, еще кого, мы окончательно все потеряем. Поэтому, земляки, халимгут, урала. Урала! Забывайте, что родина одна. Так, можно, можно обручить? Урал! Ребят, молодежь, все, кто сидит в соцсетях, да? У нас есть такой вот хэштег. Это наш город. Вот, кто сидит в интернете, выкладывайте свои обращения. Пишите вот этот вот хэштег. Это наш город. Чтобы все, кто далеко находится, услышали. Это наш город! 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 Вот этот крик услышат все. Мы же пришли, не ругаться сюда, да? Сейчас вот толпа начинает потихонечку расходиться, расходиться, бестолковые разговоры думают какие-то. Просто хотелось бы выйти здесь и услышать нашего исполняющего обязанности, менеджера, или как его там называть, сети-менеджера он или кто, трапезников. Он обещал выйти вчера к народу и ответить на вопросы. Вот и все. Я пришел сюда, чтобы задать ему вопрос, но его нету. Он опоздал, вчера на обресный билинг, но сегодня тоже опоздает. Он не будет. Давайте подойдем к мэрии и зададим ему вопросы, просто и все... Не надо, не надо, не надо, не надо. Ладно, хорошо, не надо, не надо, не надо, не надо. Все, грамотно, все. Я хочу сказать по поводу, не надо никуда идти, просто мы заявили в интернете о том, что у нас молебен. Мы его сделали. Мы показали, сколько народа пришло. Мы показали силу интернета. Еще раз говорю, люди, вы это сила, хватит бояться. Мне там все пишут, ой, это никого не сколыхнет. Ты вообще зачем делаешь, куда ты полез с этими оппозиционерами, я не оппозиционер, я ни за какую партию. Я сразу вас предупреждаю, здесь большинство людей ни за какую партию. Просто я хочу сказать, вы не бойтесь, не бойтесь, хватит сидеть дома, хватит сидеть. Вот эти кухонные разговоры, они убивают все. Просто выйдите и выскажитесь. Вот, Ларин, можете сказать пару слов? Я хочу одно сказать, я здесь в Листе родился, вырос, и много чего повидал. Но я очень рад видеть вас здесь, это только начало. Я наконец-то рад, что наш народ хоть немножко начинает подниматься. Айраты в конце концерта. Подсмотрите на себя в зеркало. Вы, айраты, в гру себя пяткой бьем. Вот наши предки 20 тысяч полумиллионную китайскую армию разбили. Про кого мы рассказываем? Мы рассказываем про себя, ребята. Они 20 тысяч против полумиллиона армии пошли. А вы не можете на улицу выйти? Вот я к вам, всем вам обращаюсь. А вы не боитесь выйти против какого-то ДНРовца, что ли? Правильно, правильно. Короче, я так считаю. Мне говорят, вот, наверное, не надо так говорить, да? Ребята, халимгуд, элистинцы, если вы не выходите сюда, вы не айраты, вы не калмыкии. Вот мое мнение. Все, я буду сочинять. Правильно, правильно. Девушка, не будьте безразличны. Менедит Халимгуд, меня зовут Гоменко Баира, я являюсь предпринимателем, главой КФХ. Вот, я точно так же не отношусь ни к оппозиции, ни к чему, а политично совсем. При этом я работала в министерстве сельского хозяйства, в министерстве земельных отношений. И как бы с той стороны эту структуру очень хорошо знаю. Во-первых, действительно, я всех поддерживаю в отношении того, что вчера я созванивалась со многими своими друзьями, земляками, родственниками. Все проявляли такую активную позицию того, что вот завтра мы должны пойти, выйти и так далее. И обижает то, что на самом деле я этих людей не вижу. Кто-то приболел, кто-то еще что-то. Действительно, нам бояться не надо. Почему? Потому что я уволилась в таких обстоятельствах, когда ругалась, не боюсь называть фамилии, Ван Санна Петр Петрович. Благодаря ему я ушла, но открыла в листе свою фирму и помогаю людям. Кроме этого, мы занимаемся борьбой со пустынью. Я к чему все это хочу сказать. Мы, Халимгут, вот говорят, безграмотные, мы просто в интернете забить. Мы по грамотности один из самых образованных народов. У нас это внутри имеется. Наши гиды-бабушки джангер писали, устно передавали. Поэтому грамотней нас уж точно не ДНРовцы. Это во-первых. Во-вторых, конкретно хочу обратиться к надеющимся стать нашим хозяином нашего города. Дмитрий знаю, отчество не знаю. Хочу к вам конкретно обратиться по вашей вчерашней пресс-конференции. Вчера то, что озвучивали вы, любому из нас здесь ребят дать. Молодежь, не молодежь. Наши пускай будут и старики. Вы озвучили вчера только лишь проблемы. Эти проблемы без писанины. Мы сами любой выйдем и озвучим. Наши дороги, наши южные, северо-западные, наши детские сады и все остальное. Социалку. Да, социалку и так далее. Мы озвучим больше вас. Мы озвучим налоги. Мы озвучим взносы и все остальное. То, с чем на сегодня очень тяжело нам, калмыкам, дотационной республике, бороться. Вы это озвучили и как будто бы много сказали. Хоть одно предложение от вас поступило. Я, например, как бывший госслужащий, я не услышала ни одного реального предложения, что какая-то сумма у нас. Долги это мы тоже все знаем. И если у нас будет такая административная поддержка, как на сегодняшний день вам дают наши депутаты, да любой из нас выполнит и больше гораздо, и расширение города, и благоустройство в том числе. То же самое по благоустройству, дороге и так далее. У нас люди выйдут ко мне на опустынивание, студенты едут, бесплатно сажают. Поэтому люди у нас трудовые, во-первых, идейные, целенаправленные. Поэтому не нужно нас угнетать тем, что у нас эти проблемы есть. Эти проблемы, проблемы тех чиновников, до которых вы пришли. Сегодня я слышала такое сообщение. которое, видимо, из кабинета и вышло-то депутатского сегодня. О том, что одним из трех кандидатур в Совет Федерации предлагают Орлова. Если вы сами сейчас хаете его деяния, люди, половина его сидят, все недовольны тем периодом, когда возглавлял нас Орлов. Так зачем он нам нужен в Совете Федерации? Даже слухи ходили о том, что Сангаджи Тарбаев. Так он гораздо грамотный парень. И инвестиций больше он может принести, только потому, что он в РУДЕ не работал. И хотя бы и КВН, хоть это и развлекательная передача. Тем не менее, вы видели, как он позиционировал калмыков? Как он позиционировал общенациональные и вообще международные связи? Человек, который сможет работать и так. А вы, да, а вы, если такой сильнейший патриот, господин Трапезников, да, нет, я не о нем, я пример, я пример. И вы, если вот, да, господин Трапезников, настолько приехали, сильнейший руководитель, так почему в разрухе Украину оставили? Мы как-то, как-то здесь пытаемся, но тем не менее, наш город, он красивый, он цветет, люди работать хотят. Я не думаю, что вы нам больше дадите. Теперь обращение к нашим депутатам. Конкретно еще, сейчас вот вы видите, да, мои, я не знаю, сейчас мы в ракурсе друзей, или как, если вы выходите из тех групп, где я озвучиваю свое мнение, я не мнение себе одно озвучиваю, или своих фермеров, а всего населения. Вы чего там сидите, боитесь? Когда вам нужны были голоса, вы мне звоните, говорите, Бая, у тебя же неплохой электорат, давай нам, ребят. И я своим звоню и говорю, этот молодец, он будет до последнего стоять. И вы, тот же ИП, Чемид Джангайев, Саша Габунов, Саша Команджев, вы куда вообще смотрите? Да, лучше любого другого пригласить. А Стаевич, он адыбков поставил. Тот же и Мацаков девятый микрон сделал. Лучше их уже предлагаете. Вы за кого там, я не знаю, вы его вообще не знаете. У него, если там пишут, Украина, вы сами все это видели, поэтому депутаты к вам. А конкретно вот, Батуль Сергеевич, да, хочется к вам обратиться. Многие воодушевились вашим приходом. И я понимаю, что Кремль давит, все понятно. Но здесь вы должны, наоборот, увидеть и обрадоваться, увидеть и обрадоваться тому, что вы не один, и не с депутатским своим составом, а за вами целый народ. И не только вот в нашей народности, это калмыкии, это калмыкии, казахи, русские, татары, украинцы. Нас тут много, мы нормально живем, воин ничего нету. Поэтому вы должны понять, развернуться, как тот же Кадыров, он исполняет задания Кремля, но он свои условия выставляет. Так же и вы. Вы должны сказать, я готов это сделать, но меня народ не поймет. Давайте альтернативы. Да, правильно. Правильно. Я хочу обратиться к нам, чтобы все поняли. Хочу обратиться ко всем депутатам Елистинского городского собрания. Я хочу лично к вам обратиться. Я знаю, что там есть люди с разных сфер, с разных бизнес-структур, с творческой среды. Я хочу обратиться к вам. Хватит вам держаться за вашу жалкую зарплату. Хватит вам жевать. Сопли. Моя семья уже это касается. Все эти расколы уже задолбали. Я сам не политический человек. Мне было интересно всегда журналистика, все, рассвет нашей Калмыкии, наука. Но сегодня я прихожу к тому, что политика заходит в мой дом. И мне приходится сегодня от лица так же творческих людей сегодня обращаться ко всем. Пожалуйста, в интернете не ругайте. Не надо говорить про творческую среду, что они там какие-то молчаные шлюхи, проститутки выступают. И хочу обратиться, конечно, к нашему главе Бату Сергеевичу Хасикову лично от себя. У меня еще есть, как говорится, Надежда умирает последнюю. Очень уважаю вас как спортсмена, как деятеля, как человека, который прославил действительно нашу Калмыкию. Я думаю, здесь половина все так же о вас думали и продолжают все равно о вас думать так. Мы все вас очень любим и надеемся, что есть такая калмыцкая поговорка это означает, что каким бы ты оригинальным не был, каким бы ты умным не был, ты должен идти в гармонии со своим народом, со своим калмыцким народом. Если калмыцкий народ обращается, если обращаются жители Элисты, не обязательно калмыцкой национальности, а я знаю здесь их очень много, и обращаются жители Донецкой республики. Пожалуйста, Бумбултха, Манагашудулсонгстн, Батуй Сергеевич, при всем уважении и еще раз Хангуту Ролан! Уважаемые земляки, у меня очень много друзей сейчас на самом деле служат по контракту в Донбассе, в Луганске, и вы знаете, за эти три дня, которые происходят, эти движения у нас в республике, они пообщались с местными жителями, и на сегодняшний день они еще не услышали ни одного положительного комментария о нашем сети-менеджере. Зачем он нам здесь нужен тогда такой, если его свои жихают? Все, резко покидаем площадь, мы можем погулять где-нибудь в городе, но площадь резко... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова